Здравствуйте! С вами программа «Неделя города». Я, Марина Романюх, подведу итоги уходящей рабочей пятидневки. Смотрите в выпуске. Четвертая четверть в новой школе, а 76-я по счету. Школа в Кальном начинает прием заявок. О том, что ждет будущих учеников, смотрите в нашем репортаже. Невское величие. Снятие блокады Ленинграда вспоминали сегодня в библиотеке Горького. Очередное напоминание будущему поколению об ужасах войны от Валерия Седова. Ни капли мимо. Водоканал разработал систему, которая не позволит обманывать счетчики воды. Как это работает, расскажет Максим Васильев. С 1 февраля начнет прием заявлений новая школа номер 76 в Кальном. Здание уже полностью готово. Завершен ремонт мебели, компьютеры на своих местах. Остались финальные штрихи. Четвертую четверть. Некоторые ученики уже начнут в новой школе. Строительство 76-й школы завершили в срок. Объект сдали. И до того, как эти фойеи и коридоры заполнятся детскими голосами, осталось нанести финальные штрихи. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. У новой школы не только номер. Ей присвоили еще и имя легендарного мэра Надежды Чумаковой. Широкие коридоры, заполненные светом, рекреационные зоны, где детям можно переключиться, отдохнуть от уроков, собраться вместе для общения. По проекту их несколько. И у каждой своя особенность. Мы постарались оформить нашу школу и ее рекреации таким образом, чтобы был заметен региональный компонент. А именно, нанесены стеновые такие росписи, фрески настенные с портретами великих рязанцев. Иван Петрович Павлова, Константина Эдуардовича Солковского, Сергея Александровича Есенина. И нанесены их цитаты, чтобы дети могли гордиться нашими выдающимися земляками. В начальной школе у нас также оборудованы настенные росписи. Одна из росписей про историю села Кольное, которая раньше не входила в черту города Рязани. Есть такая очень интересная версия, откуда взялось Кольное. Актовый зал на 600 мест больше напоминает концертный холл. Цифровой рояль, огромный плазменный монитор, сенсорная трибуна. Возможности для реализации самых смелых и свежих идей в этой школе идеальны. Инфраструктура школьная настолько богата, что очень легко и удобно укладывается в концепцию Школы Минпросвещения России. Эта концепция Школы Минпросвещения России гласит о том, что в современной школе должно быть удобно и комфортно реализовывать ряд направлений. Это и направление знания, то есть дети должны комфортно учиться. Это и направление воспитания, это и направление творчества. Классов для изучения иностранных языков здесь четыре. Кстати, помимо европейских языков, в этой школе будет доступен к изучению еще и китайский. Родителям, желающим перевезти детей в школу номер 76, для подачи заявления необходимо обратиться в школу, при себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка. Родителям учащихся близлежащих школ для подачи заявления о переводе в 76-ю нужно обратиться к администрации своих учреждений. 900 дней во имя жизни. Именно так назвали в областной библиотеке имени Горького диалог поколений, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Города, ставшего примером человеческого героизма. Когда в Рязани только создавали общество жителей блокадного Ленинграда, в нем было 750 участников. И каждый со своей уникальной историей. Но время неумолимо. И сегодня в Рязани всего 53 участника тех событий. В области им всего 15. Но задача все та же – рассказать об ужасах тех событий фактически. Мы слышали много уже про Ленинград. Мы в этом отужили. Все встали на защиту города. Если взрослые работали и воевали, дети все участвовали в этом. Старшие сидели с младшими, ходили за хлебом, искали дрова по городу. Диалог поколений в библиотеке имени Горького получил название «900 дней во имя жизни». Блокада Ленинграда – это одна из самых трагичных и в то же время самых великих страниц в истории нашей страны. Ведь окруженный врагом город не только держал круговую оборону, но и жил, и работал. Сегодня, когда мы вспоминаем, как и делаем это каждый год, те страшные 900 дней и ночей, нам трудно в это поверить. И я каждый раз это говорю. Невозможно представить, как голодные, холодные, больные люди, превозмогая все, стояли у станков. И это были дети, взрослые. Как они ковали победу своей стойкостью и мужеством. Организаторы таких встреч – общественная организация жителей блокадного Ленинграда. Они, как живой пример героизма и доблести, ставят перед собой задачу сохранить память о героическом прошлом страны. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Специалисты городского водоканала приступили к установке потребителям антимагнитных пломб. Делают это для уменьшения потери борьбы с неплосельщиками. К лету рассчитывают обойти весь город. Здравствуйте. Водоканал «Город Рязань». Для контролеров Рязанского водоканала этот обход не совсем обычный. Помимо снятия показателей счетчика, они наклеивают вот такой красный стикер с индикатором. Это антимагнитная, по сути, антивандальная наклейка. Эти две полоски под воздействием магнита исчезают. Рисунка полоска не будет, и индикатор станет темный-темный одновой рисунок. То есть это индикатор, это контроль. Технические характеристики этой наклейки позволяют быть уверенным, что ее уже не обмануть. Индикаторы магнитного поля одноразовые, необратимые, устойчивы к ультрафиолету и механическому воздействию. А также влагостойкие. Индикаторы не подвержены влиянию переменных магнитных полей, например, микроволновки, и сами по себе не являются источником магнитного поля, способным воздействовать на показания приборов учета. Антимагнитная пломба представляет собой наклейку, которая наклеивается на прибор учета и содержит индикатор с рисунком. При поднесении к счетчику магнита этот рисунок теряется, и мы видим просто черное поле рисунка. Сразу видно, что на прибор учета пытались воздействовать магнитом с целью его остановки или замедления хода. Сразу поясню, что они бывают разного вида, эти антимагнитные пломбы. Нами используются антимагнитные пломбы средней чувствительности, то есть телефон, если посвятить телефону на этот прибор учета, на пломбу не подействует. То есть есть более чувствительные антимагнитные пломбы, на которые действует даже магнитный поле телефона. До конца года специалисты Горводоканала рассчитывают установить такие наклейки в большей части многоквартирных домов Рязани. Поэтому, если на дверях подъезда вы увидите вот такое объявление, значит будет визит контролеров. Ну а специалисты Водоканала еще раз напоминают о необходимости своевременной платы за услуги водоснабжения и водоотведения. 80 миллионов рублей получит Касимов на благоустройство Соборной площади. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Город стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Основные темы заседания правительства в следующем материале. Поддержка специальной военной операции в Рязанской области набирает обороты. В Луганск отправилась очередная группа волонтеров. Срок командировки две недели, место назначения Луганская клиническая больница. Там специально подготовленные для этого студенты Рязанского медуниверситета будут оказывать первую и стационарную помощь российским военнослужащим. Вторая группа, 16 волонтеров, которые позже сменят своих товарищей, уже проходит обучение. Такими людьми можно по-настоящему гордиться. И, Александр Сергеевич, я прошу Министерства здравоохранения области посмотреть, как можно в целом еще поддержать этот проект. Дело важное. Люди хотят помогать. Также наши волонтеры передали в Луганск гуманитарную помощь от жителей региона, от активистов партии, от депутатов. Там много полезного, включая средства реабилитации, материалы для перевязок, шприцы, лекарства. Я тоже уверен, что таких инициатив будет еще много. Это тоже можно и нужно только всячески поддерживать. В самой Рязани для поддержки беженцев и семей мобилизованных открылся многофункциональный семейный центр. Вся информация о мерах поддержки, вакансиях на рынке занятости, а также бесплатная юридическая помощь теперь там. Порядка 10 человек мы приняли в первый день. Более 12 звонков к нам поступило. Да, действительно, это очень удобно. И люди смогли получить, помимо информации о выплатах, возможности нашей службы занятости по трудоустройству, возможности информирования о юридической, психологической помощи. А также, что немаловажно, в ближайшее время мы начнем прием документов по линии МФЦ в этом же здании. Этот год для Касимова должен стать годом прорыва. Так прокомментировал Павел Малков дополнительные 80 миллионов рублей на благоустройство местной соборной площади. Касимов стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Все проекты здесь региональные власти теперь возьмут под особый контроль. Пристальнее взглянуть на обледенелые тротуары, остановки общественного транспорта и подходы к школам и детским садам попросил губернатор и власти Рязани. Обращений уже десятки. Обрабатываем песко-соляной смесью, новым реагентом. Обрабатывают сотрудники дирекции благоустройства города. Привлекли подрядную организацию к этим работам. Все, что публикуется в соцсетях, обязательно отрабатывается. В том числе и вот эти обращения отработаны. Максимально публикуем результаты работы с фотоотчетами. Мы приносим извинения жителям города за неудобства. В целом же хочу отметить, что сотрудники дирекции благоустройства города работают добросовестно, как и подрядчики. Работа физически непростая. Работать продолжаем, не останавливаемся. Во время самого ледяного дождя там трудности понятны. Но когда уже достаточно много времени прошло с последнего ледяного дождя, вот эту ледяную корку сплошную по улицам надо, конечно, убирать. И мне бы хотелось, как обычно, чтобы жители знали, когда там пройдут работы. Сейчас вот то, что вижу в соцсетях сам, в комментариях, конечно, вызывает много вопросов. Вопросов очень много в Рязани и к работе управляющих компаний. Лидером по жалобам стал УК Мервинский в Дядьково. Основные претензии жителей по очистке придомовой территории и перебоям в электроснабжении. Сегодня это, похоже, главный претендент на звание аутсайдер рейтинга. Уборка мусора – еще одна общая беда. Часто график вывоза нарушают из-за неправильно припаркованных автомобилей, мешающих заезду мусоровозов. Решение будет таким. Мы отрабатываем эти вопросы с администрацией города. Идем по тому пути, что, вероятнее всего, на определенных участках будем рекомендовать установить знаки «парковка запрещена». Другого выхода пока не видно. Машина просто не может подъехать. Она достаточно крупная. Кроме, собственно, самого знака, по словам Павла Молкова, должна быть налажена и система реакции на нарушения. Судя по всему, в том числе и с привлечением эвакуаторов. Недовольство рязанцев графиком движения коммерческих перевозчиков стало отдельной темой заседания правительства. Теперь за неисполнение обязательств маршрутчиков будут лишать льготных субсидий. Об этом заявила глава рязанской администрации Елена Сорокина. Жалобы на работу маршруток в вечернее время поступают уже несколько недель. Жалобы на несоблюдение графика движения автоперевозчиками поступают каждый день. 65-й и 6-й маршруты наверху этого скандального списка. Губернатор назвал такое нарушение обязательств вопиющим. В мэрии практически все инциденты признали. Сход с линии автобуса номер 6 назвали техническим. А вот что касается частников, то в качестве мировоздействия на них предложили нерадивых перевозчиков наказывать рублем. Что касаемо коммерческого транспорта, действительно уже несколько недель на повестке работа транспорта в вечернее время не соблюдение графика движения. Для того, чтобы повысить ответственность коммерческих перевозчиков за соблюдение графика в целом и за соблюдение графика движения в вечерние часы, принимаем следующее решение. Ставим в прямую зависимость выплату субсидий за перевозку льготных категорий пассажиров, то, что в наших силах, в прямую зависимость от соблюдения графика движения, в том числе в вечерние часы. Другими словами, если перевозчик не выполняет график движения в вечерние, не соблюдает график движения в вечерние часы, он льготников перевозит за свой счет. Несоблюдение обязательств нужно прописывать в контрактах, считает Павел Малков, чтобы была финансовая ответственность. Во всех следующих конкурсах все это будут прописывать на бумаге. Нужна система фиксации нарушений и реакции на них властей. Все-таки надо на часы пик особое внимание обратить, чтобы транспорт чаще ходил. Понятно, что сейчас возможностей чуть меньше, чем до того момента, как мы получим новый транспорт. Но все равно работу усилить. Дети едут на учебу, с учебы взрослые, на работу и с работы. Тем более сейчас зима, это особенно актуально. Поэтому добивайтесь, пожалуйста, выполнения графиков. Весной Рязанский автопарк пополнит 49 автобусов. Все конкурсные процедуры пройдут в феврале, а вот само поступление намечено на май-июнь. Хаос на линии к этому времени совершенно точно будет не нужен. Тем временем в Дягилево из частного дома по авиационному проезду сбежала тигрица. О бегстве полосатого хищника сообщили в полицию соседи владельца. Матильду, так зовут тигрицу, конечно, поймали и вернули в вольер. Но дальнейшее ее пребывание в частном доме в Рязанской области суд поставил под сомнение. Впервые жители Рязанского микрорайона Дягилева тигрица Матильда испугала еще в апреле прошлого года. Случайные прохожие в окне одного из частных домов по улице Авиационная увидели вот такую картину. Возможно, зверь просто играл, но многим показалось, что хищник рвется на свободу. Впрочем, на запросы местных жителей с просьбой оградить их от полосатой угрозы реакции не последовало. На этот раз все было куда опаснее. Тигрица сбежала из вольера прямо на улицу. Полицейские блокировали ее в одном из оврагов, но ближе подходить не стали. Значит, сбежавшая Матильда, ее как называют, она сидит сейчас в канаве. Здесь ее мы чуть-чуть отцепили. По сообщениям в соцсетях из вольера Матильду выпустил надсмотрщик, выходец из Республики Средней Азии. Якобы хотел сфотографироваться. С травмами он был направлен в больницу. А поимкой сбежавшего хищника занялись специалисты муниципальной службы по контролю за безнадзорными животными. Говорят, справились с двумя дротиками со снотворным. Так, все, она спит. Спит, спит, спит. Опа! Лучше не надо, он изначально, когда только уснул, у него больше шансов проснуться. Тигрицу отправили в вольер, но уже сегодня Рязанский областной суд выдал предписание Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора пересмотреть свое разрешение на содержание дикого зверя в домашних условиях. Напомним, по результатам рассмотрения обращений заявителю, а это был председатель правления ЖК Дягилевский, был дан ответ о том, что нарушений требований природоохранного законодательства в действиях владельца тигра не установлено. Животное не подвергалось насилию, нормально питалось, ему оказывалась необходима медицинская помощь. Однако на угрозу причинения вреда жизни и здоровью жителей кооператива Росприроднадзор внимания не обратил. Определением Рязанского областного суда решение Росприроднадзора было признано незаконным, и на него возложена обязанность повторно рассмотреть обращения по факту содержания тигра и устранить допущенные в ходе проверки нарушения. Росприроднадзор Мечтать никто не мог. И вот сегодня здесь, в нашем регионе, крупные международные соревнования. Первый этап Кубка Содружества. Для биатлонистов из России и Белоруссии в современных условиях это главный старт. И несмотря на погодные условия, а это оттепель и непрекращающийся дождь, Рязань встретила соревнования на высоком уровне. Очень много было задействовано техники, сил, средств, ресурсов. Поэтому я считаю, что такие соревнования получились, несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что мы, как организатор такого мероприятия международного уровня, первый раз с этим столкнулись. Тем не менее, все моменты были учтены. Получился хороший спортивный праздник. Оба дня большое количество зрителей. Первый день в субботу порядка 3,5-4 тысяч зрителей у нас было на трибунах, на стадионе. В воскресенье был вообще аншлаг. По подсчетам специалистов более 5 тысяч человек посетили эти соревнования. Был зрелищный масс-старт мужской и женский. Хорошая была погода, праздничная атмосфера. Праздник получился. Кстати, допускались к участию и юниоры. И вот на одной лыжне с Латыповым, Поварницыным и Цветковым Юрий Харлин – воспитанник Рязанской биатлонной школы. И с каждым годом уровень рязанских биатлонистов только растет, как и количество. У нас не только биатлон, у нас еще лыжные гонки. Порядка 400 спортсменов у нас занимается. Приблизительно пополам лыжные гонки, биатлон. Кроме этого, у нас очень много детских групп, скажем так, группы выходной день. Это те дети, которые еще не достигли 9-летнего возраста, в которые мы можем их зачислить на отделении биатлон и лыжных гонок. Привозят родители. Они здесь катаются на лыжах, летом катаются на роликах. Кто-то на роллерах себе уже пробует, бегают кроссы под руководством тренеров. В Центральной России биатлонными комплексами на настоящее время могут похвастаться только Рязань и Смоленск. Поэтому и развитие спорта в последние годы стремительно. Доступна лыжня и для любителей спорта. А уже в ближайшие выходные здесь пройдет марафон «Мастерс», участие в котором примут 700 человек. Уникальная комета со сложным названием Си-2022Е3 в скором времени пролетит мимо Земли. Уникальность ее в том, что период обращения предположительно составляет 50 тысяч лет. В прошлый раз ее могли видеть мамонты и неандертальцы. Теперь наша очередь. К Земле движется ледяная глыба. Да-да, именно так. Переживать, правда, пока не стоит. С планетой она не столкнется, а приблизится на видимое расстояние еще не скоро. Это едва заметная зеленая точка комета с непоэтичным названием С-2022Е3ЗТФ. Как и многие другие кометы, она представляет из себя смершиеся комья снега и ледяные айсберги с вкраплениями камней и пыли. Вот это уже ядро кометы. При пролете близко от Солнца лед тает, камешки и пыль освобождаются. И под давлением солнечного ветра и появляется шлейф кометы. Комета летит достаточно близко от Земли. Она пройдет в ближайшее расстояние от Земли и Солнца в районе 1 февраля. Тогда предполагается, что она и будет наиболее яркая. И тогда, видимо, можно будет ее видеть без применения оптических средств. Смотреть нужно между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Комета появится там. Главная ее особенность – период обращения вокруг Солнца. Предположительно, он составляет 50 тысяч лет. Можно только догадываться, кто видел ее в прошлый раз и кто увидит в следующий. Однако такие философские размышления астрономов не интересуют. Для них это еще один предмет исследования. Кометы образованы из того прото-вещества, из которого образовалась вся Солнечная система. А те кометы, которые далеко от Солнца, они мало подвергаются воздействиям различным. То есть это прямо настоящие первичные вещества. Вот изучение этого вещества помогает пролить свет на происхождение Солнечной системы, в том числе и Земли. За последние 10 лет трижды кометное вещество доставляли на Землю. Всего было три экспедиции. Одна американская и две японские. Сейчас вещество активно изучают в лабораториях. Однако есть и другой способ изучения таких объектов – спектральный анализ. Он тоже хорошо развит в современной науке. И, возможно, совсем скоро мы узнаем ответ на главный вопрос. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязани открылся комплексный медицинский центр «Еломед. Детство». Врачи-педиатры и специалисты узкого профиля принимают первых пациентов. Подробности далее в сюжете. Здравствуйте. Можно ли? Заходи, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Кристина Орленко к врачу приходит не в первый раз. Однако, говорит, такого хорошего специалиста еще не встречала. Осмотрели быстро, лишних вопросов не задавали. Написали рецепт, дали рекомендации. Я сходила по врачам, мне все очень понравилось. Очень добрые врачи, отзывчивые, хорошие осмотры. И помогли мне. Кристина одной из первых посетила медцентр «Еломед. Детство». В этом году здесь появилось новое направление – оказание помощи детям всех возрастов с нуля до 18 лет. Детский медицинский центр так и назвали «Еломед. Детство». Смотри сюда. Молодец. Стоп. Глазко. Помимо врачей-педиатров, в медицинском центре будут работать больше 20 узких специалистов. Уже сейчас можно записаться на любое из множества видов УЗИ. И это еще не все. В медицинском центре «Еломед. Детство» широкий спектр диагностического оборудования. Есть и процедурные кабинеты, где можно сдать необходимые анализы. Результаты долго ждать себя не заставят. В медцентре «Еломед. Детство» своя лаборатория с самым современным оборудованием. Идея открытия детского медицинского центра появилась давно. И за это я хочу сказать благодарность нашим взрослым пациентам. Это они говорили, как здорово. Пришел, сразу пошел всех врачей, сдал все анализы. Вот с ребенком так было можно. Можно. Именно на предоставлении комплексных медицинских услуг и сделан основной акцент. Чтобы мама с ребенком в течение короткого времени прошли все необходимое обследование. Нужных специалистов получили диагноз, лечение и пошли домой. Уже в день открытия нового медицинского центра «Еломед. Детство» врачи принимали родителей с детьми. В прививочных кабинетах вовсю идет вакцинация. Педиатры осматривают юных пациентов. Проводят диагностическое обследование на оборудовании экспертного класса. А в детских массажных кабинетах специалисты уже на посту. Со дня открытия можно вызвать врача на дом. А в экстренных случаях будет оказана неотложная помощь. С сегодняшнего дня медицинский центр «Еломед» готов предоставлять помощь всем рязанцам. От рождения до самых пожилых лет. Новый медицинский центр «Еломед» теперь работает по адресу улица Высоковольтная, дом 48В. Обратиться сюда может любой желающий. Ведь здоровье детей – это самое главное для каждого родителя. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». У меня все новости к этому часу более подробны. Некоторые важные темы журналисты телекомпании раскрывают в интервью со специалистами. Смотрите программу «Городские встречи». Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин